высшестоящей инстанции. Если по совести, то это неформальное правосудие, и решение суда будет вынесено окончательно. Оно обжалованию уже не подлежит. Наконец, сами третейские судьи могли выступить в качестве дружеских посредников. Это буквально так написано в энциклопедии Брукгаус и Ефрон. Издание 1905 года. Очень великолепные статьи на хорошем юридическом языке, подготовленные. И сейчас постепенно в России эти традиции вспоминаются. Труды правоведов опять стали в зоне пристального интереса, что не может не радовать. Но, как видите, третейское разбирательство и медиация очень тесно связаны между собой. И хорошо, если медиатор владеет арсеналом методов, как состязательных, так и интеграционных. Потому что в чистом виде регулировать спор только лишь призывом оппонентов, ребята, давайте жить дружно, не всегда срабатывает. Иногда требуется и состязательный подход, обязывающий контрагента не уклоняться, например, сильную сторону, не уклоняться от диалога за счет применения принудительных процедур. Давайте посмотрим здесь еще. Вот смотрели ли мы с вами этот кейс, который связан с конфликтом между институтом и арендатором? Уважаемые коллеги, нет? Нет. Ага. Ну, давайте для того, чтобы почувствовать, как работает механизм третейского разбирательства, мы сейчас роли эти распределим и коротко такую мини-сессию проведем. Предположим, что Абдурашид Юрлаевич – это арендатор. Я руководитель института, который сдает Абдурашиду Юрлаевичу небольшой офис в аренду. Абдурашид Юрлаевич, вы оказываете услуги по налогобложению и бухгалтерскому учету. Я вам предоставляю в аренду офис. Затем, в связи с расширением бизнеса, вы решили перебраться в бизнес-центр. И я неожиданно выставляю вам счет за коммунальные услуги. У нас договором предусмотрено, что этот счет выставляется по факту, за фактически потребленные ком-услуги. А прогнозировать их точный объем мы не можем, потому что здесь поставщики коммунальных услуг выставляют по фактическому потреблению. И поэтому всегда с большой задержкой мы распределяем вот эти издержки на всех арендаторов, исходя из занимаемой площади. Один словом, с запозданием. И для того, чтобы стимулировать оплату со стороны фирмы Абдурашида Юрлаевича, я говорю такие слова. Если вы не заплатите эти коммунслуги, то, во-первых, я вам отключу телефон, там небольшая задолженность, 300 рублей буквально. И, во-вторых, мы просто вас не пустим через ворота проходной. При этом, вот этот договор услуги по налогообложению бухгалтерскому учету содержит третейскую оговорку, а договор аренды офиса такую оговорку не содержит. Давайте я прокомментирую еще раз и отвечу на ваши вопросы возможные. Итак, я арендодатель, Абдурашид Юрлаевич арендатор. Ну, предположим, какова сумма счета за эти коммунальные услуги? Ну, скажем, 30 тысяч рублей. Сумма не такая уж и маленькая, Абдурашид Юрлаевич. Вы последние деньги потратили на ремонт, на обустройство в следующем офисе, но там нет никакого вашего оборудования. Сотрудники приходят на работу,